Настольный теннис доступен всем. Играют в него как в закрытых помещениях, так и на открытых площадках. Несложный инвентарь и простые правила пинг-понга покоряют многих любителей. По всему миру, в том числе и в нашем городе, с каждым годом все больше и больше последователей этой игры. А совсем недавно, с 2015 года, отмечается Всемирный день настольного тенниса. Каждый год, с 6 апреля, мир узнает, что настольный теннис – спорт для всех и каждого. Как правило, в преддверии спортивного праздника проводятся мероприятия, приуроченные к этому событию. Так, отделом по физической культуре и спорту в стенах гимназии номер 2 был организован турнир среди учебных заведений Хасавюрта. 18 участников, включая Хамэл, будем отбирать, посылать на соревнования. В прошлом году мы даже попали в Туапсе, в первенство России. У нас есть хороший потенциал. Победивший в этом турнире поедет на чемпионат республики. А там же как сложится. Если там повезет, может и на Россию попадет. Как известно, настольный теннис – это еще и один из самых доступных видов спорта для культивирования в общеобразовательной школе. Им могут заниматься девочки и мальчики, физически крепкие и ослабленные ребята, и даже ученики, имеющие некоторые физические недостатки. Игра в настольный теннис по правилу может называться универсальным средством, снижающим усталость, напряжение. Преподаватели гимназии имени Александра Сойтиева провели с учащимися ознакомительный классный час, темой которого стал Всемирный день настольного тенниса. Самым известным человеком, который вел новшество в эту игру, это был англичанин Кут. Когда он однажды зашел в аптеку, он увидел там резиновую прокладку. И у него появилась идея применить ее в деле на ракетке. Он обернул этот резиновый мяч, и на следующий день в игре его соперники были удивлены его победами. Вот так постепенно, с 1834 года, эта игра ходила, прогрессировала и хорошо развивалась. По мнению начальника отдела по физической культуре и спорту Магомеда Лигазя Магомедова, праздник настольного тенниса должен быть максимально доступным, в том числе и для детей с ограниченными возможностями. А главной идеей мероприятия является вовлечение в спорт как можно большего количества новых участников. Цель событий – объединить людей, увлекающихся спортом, принести им положительных эмоций и позволить любителям настольного тенниса сыграть друг с другом на удовольствие.